В Твери состоялась двухдневная межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента». На площадке центра имени Аваева вновь обсуждались вопросы женского здоровья и другие актуальные темы. В форуме как лично, так и в онлайн-режиме приняли участие онкологи, акушеры, гинекологи, химиотерапевты, врачи общей практики. «Розовая лента» прошла в Твери уже в 12-й раз. Об уровне этой конференции говорит состав участников. Видео-приветствие направил академик РАН генеральный директор Центра радиологии Федерального Минздрава Андрей Каприн. Среди спикеров член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Иванов. Он рассказал об основных тенденциях, связанных с лечением онкозаболеваний, ранней диагностики, персонализированной терапии. Эти и многие другие вопросы обсуждались в течение двух дней. Это и организация здравоохранения, организация маршрутизации наших пациентов, и лекарственное обеспечение, и диагностика, и проблемы онкологии, лороорганов, и кишечника, и урологии, и так далее. Второй день конференции был посвящен опыту Верхневолжи в данной сфере. В борьбе с онкологией у нас ставят главной задачей своевременную диагностику. Уже около двух лет в клинике имени Аваева работает Центр амбулаторной онкологической помощи. Он позволяет решать огромный спектр задач. Если раньше мы занимались только злокачественными новообразованиями репродуктивных органов, то сегодня это все нозологии, касающиеся злокачественных новообразований. И есть уже результаты, и нам ещё, конечно, предстоит работать над совершенствованием Центра онкологической помощи. Стоит отметить, что география участников розовой ленты была очень велика. От северо-западных регионов до Урала. Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Екатеринбург. Поэтому в Центре имени Аваева сразу по завершении 12-й научно-практической конференции приступают к проработке программы следующего форума, дабы он по уровню как минимум не уступал нынешнему.